Коррекционная школа отметила свой полувековой юбилей. Поздравить педагогов и воспитанников школы с 50-летием пришли бывшие ученики, родители, ветераны образовательного учреждения и представители власти. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Шестиклассники из коррекционной школы-интерната с аппетитом кушают только что приготовленный салат. Навыком приготовления юных кулинаров учат на специальном уроке социально-бытовая ориентировка. Мы здесь учимся жить самостоятельно, готовим, учимся ухаживать за собой, за маленькими детьми новорожденными. А еще ребят учат пользоваться услугами различных учреждений и вести семейный бюджет. Такие практические уроки, по словам директора школы Натальи Ануфриевой, готовят детей не только к самостоятельной жизни, но и к выбору будущей профессии. Спектр профессий достаточно большой. Они могут стать поварами, они могут стать швеей, девочки могут стать, да? Мальчик может быть наладчиком швейных машин. Действительно, спектр профессий, которые в будущем могут освоить ученики коррекционной школы, достаточно большой. И это не просто слова. Об этом говорят примеры из жизни. Есть у нас дети одаренные, есть у нас и поэты, есть у нас и певцы, есть у нас дети, которые проводят праздники для наших горожан, организуют корпоративные детские праздники, для взрослых праздники. Есть у нас дети, водители, которые возят наших учителей, таксуют, как говорят, да? И, пожалуйста, предлагают свои услуги. Есть у нас дети, которые успех имеют в рыбалке. Дети, они везде дети. Хоть какую школу возьмешь, хоть какое учебное заведение, дети везде дети. Везде есть дети слабые, дети одаренные, дети со своими чертами характера, со своей эмоцией у всех разной. Вот такие же дети у нас есть. Адаптироваться и найти свое место в жизни 96 воспитанникам помогает 32 педагога. Для детей в школе созданы все условия для учебы, отдыха и поддержания здоровья. Организовано пятиразовое питание в школьной столовой. Работают врач и медсестра. Для ребят из окружных сел обустроен интернат. Там сейчас проживает 30 детей. Подарю я школе радость. Часть, сердечко подарю. И всей души скажу. Школа, я тебя люблю. Школа отметила золотой юбилей. На праздники дети не только читали стихи, но и пели песни, танцевали, показывали свои многочисленные таланты. Как говорят сами учителя, в этой особой школе учащиеся получают не только образование, но и заботу, внимание и теплое отношение. И сегодня вы увидите, как от тепла наших сердец загорится на сцене пламя свечей, которые вспыхнут на нашем празднике и будут согревать нас. Во время праздника гости, ученики, выпускники, учителя зажгли семь свечей, как символ радости, дружбы, любви, душевного тепла, которое в этой школе согревало не одно поколение. По особому тепло на юбилейном вечере было и от добрых слов, трогательных выступлений, искренних пожеланий. Вы помогли деткам обрести свое будущее, найти свое место в обществе. У вас действительно особые детки, у вас особые условия труда. И я преклоняюсь перед каждым из здесь присутствующих. И хочется вам пожелать, прежде всего, конечно же, терпения. С особенными детьми школа работает уже 50 лет. 1 сентября 1966 года по решению Нинецкого окружного совета депутатов трудящихся была открыта начальная вспомогательная школа с интернатом для детей с особенностями развития, где в двух классах-комплектах обучались 34 ребенка. Сегодня школа с полувековой историей имеет статус окружного государственного казенного общеобразовательного учреждения, где трудятся учителя начальных классов, предметники, воспитатели, учителя-дефектологи, социальный педагог и логопед. У них разные профессии и стаж работы, но их объединяет одно – желание помочь каждому ребенку адаптироваться в жизни и стать полноправным членом общества. Ведь терпение, любовь, вера в учеников творит чудеса. Большинство ребят, окончивших школу, вполне успешные люди.